Это земля, мне уже этот мир абсолютно понятен, и я здесь ищу только одного покоя, умиротворения, вот этой гармонии, от слияния с бесконечным вечным, от созеркновения. Народ, всем привет! И это одна из моих самых, наверное, любимых рыбалок. Это в лодочке, да, на поплавочную снасть. Занял я такой небольшой закуточек, но есть, конечно, сегодня небольшие такие неприятности, которые пришлось пройти на этой рыбалке. Я думаю, стоит про них рассказать. Это первое, самое первое. Я живу на 13 этаже, и у нас сегодня не работал лип. Это было что-то с чем-то, сносить все вещи, лодку с 13 этажа, и это, естественно, не с одного раза. Короче, было очень-очень весело. Ну и все, определившись с местом, переходим к неприятности номер два. Вот не могу я просто взять и приехать спокойно на рыбалку. Все же, как-никак, у нас были проливные дожди, и да, я опять застрял. Но сегодня благополучно, благодаря веткам, выехал, оставил машину на поле, ну а лодку и вещи пришлось до воды нести. Немножко сейчас поговорим, я думаю, о том, что сегодня по плану у нас. По плану на поплавочку наловить как больше разной рыбы. Целенаправленно, конечно, меня интересует это карась, карп, ну а вообще буду рад любой рыбе, которую можно поймать на поплавочку. Будет у меня две удочки, одна уже готова, вторую надо будет приготовить, оснастить, огрузить. Я купил новый поплавок. По прикормке сегодня тоже что-то новенькое у меня есть. Это карп, карась, дыня и тути-фрути карп, карась. Не знаю, ни разу не брал. Сейчас тоже это все замешаем тихонечко. И будем пробовать, ну и будем настаивать, подготавливать снасти. Что касаемо, кстати, еще наживки. Наживки сегодня тоже прям разнообразие полное. Где-то там в пакете у меня валяется, еще не успел обустроить все уютное это местечко. Но у нас сегодня это опарыш красный, опарыш белый, червяк и перловка. То есть прям арсенал ого-го. Ну а что получится, не знаю. Время на рыбалку у нас много, наверное, как для кого. Добрался я вот только в 2 часа. Ну, увы, не было у меня прям такого желания с утра просыпаться и ехать куда-то. А так, в принципе, выспался, собрался и не спеша добрался до точки ловли. В общем, подключусь уже, наверное, когда оснащусь, прикормку замешаю. Ну и будем тихонько пробовать что-то ловить. Будем надеяться, что сегодня какая-нибудь рыбка в виде карпика-карасика нам попадется на крючок. Пускай рыба знает, мы ее и так, и так сегодня отпустим. А рыбы здесь нет. Практически нет. Случайно прикормку. Так, ну что, приступим к замесу прикормки. Решил все-таки еще раз все показать, рассказать. В общем, первое, засыпаем карп-карась-дыня. Повторюсь, такие прикормки я еще не покупал. Посмотрим, что у нас сегодня получится. Засыпаем, да, наверное, я так понимаю, побольше. Чуть-чуть оставляем. Если что, вдруг, чтобы я всегда так делал, оставляю немножко прикормки. Ну, если куда-то еще поехать, надумай, не будет работать магазин, чтобы все закупиться. Но зато буду в курсе, что у меня вот в пакетике лежит прикормка. Так, вторая. Карп-карась-дутифруть. Засыпаем. Тоже сюда полпачки. Ну и оставим, если что, я думаю, чего-нибудь дозамешаем, если уже прям сильная там раздача будет. Хотя на данное время, что я имею в виду под временем, что сейчас обед. Жарковато, я думаю, навряд ли. Думаю, досыпать, высыпать до конца уже лень-карась-барцепан. Сейчас мы делаем такую прям интересную прикормку. Досыпем до конца бумажкой. Все, собираем. Ну и, как обычно, топчик этого года, это открытие мое, это конопля дробленая. Все-таки, как ни крути, она дает свой запах, свой какой-то эффект. И тоже все складываем. Получилось, конечно, очень прикольно, очень красиво. Сейчас будем набирать водичку. А вы пока можете взять и написать, какие любимые рыбалки у вас. Потому что вот эта рыбалка, конечно, вообще суперская. Сидишь в лодочке, комфортно. У меня целый рюкзак еды. Я набрал. Короче. Лови. Не хочу. Отдыхаешь. Отвернулся от солнышка. Стал по ветру. Ну, прям идеально. Конечно, в этом году так часто не получилось ездить на такую рыбалку. Но это есть одна причина. Лень разбирать лодку. Уж очень это трудозатратное занятие. Так. Ну, честно скажу, прям сказать, что прикормка сильно вкусно пахнет, не такое. Ну, может, не нравится человеку, понравится рыбе. Кстати, да. Ну, вот у меня, как и многих, наверное, рыбаков, с кем я общаюсь. Есть любимая прикормка. Есть любимая прикормка. Прикормка это лень, карась, чеснок. Напишите, и вы какие свои любимые. Ну, то есть прикормки, которые чаще всего вы покупаете и в которые вы верите. Куда бы ни ехали. То есть у меня тоже с собой сегодня есть лень, карась, чеснок. Но надо же что-то искать новое, экспериментировать. Поэтому напишите. Я думаю, секретных прикормок никого никаких нету. Все равно вот так все покупают. Я думаю, рандомно. Посмотрев, послушав кого-нибудь. Все, прикормку замешали. Отставляем ее немножко в сторону. Немножко насвинячили. Все, убираем. В лодке я люблю, когда порядок, чистота. Во, все. Так, следующее, что надо сделать, это подготовить вот эту удочку. Эту мы будем пробовать, не знаю, вот еще не придумал особо тут. Но она будет для более такого дальнего заброса. Может, под те камышки будем швырять. Может, то есть и здесь начнет клевать. Вернем ее сюда. Короче, будем немножко место ее изучать, потому что здесь я первый раз. Мне просто понравилось, что здесь у меня за спиной камыши. Оттуда как раз дует ветер. То есть у меня вообще ветер никак не касается. Солнышко со спины. То есть, с одной стороны, тоже классно. Наконец-то лицо не обгорит. Поэтому, вот как-то так. Кстати, хотел похвастаться новым поплавком. Так. Здесь этот поплавочек уже, кто смотрит мой канал, немножко знаком. Сейчас тоже покажу. Потому что он мне тоже очень зашел, очень нравится. Это вот такой салмовский. Сколько он-то? По-моему, 2 грамма я брал. Да, под эту удочку. Так. Да, 2 грамма. А для более удочки с дальним забросом я сегодня взял... Так. Вот такой 2,5 граммчика грузик. Ва, красавчик какой. Поплавочек, что надо. Сразу с такой кембриком одел, снял. Прикольно, короче. Вот его сегодня нам надо и смонтировать на эту удочку. Чем я сейчас и займусь. Так, как я буду все это сегодня делать? На основную плетенку, леску я не загонялся. Я взял самую большую, самый свой большой спиннинг. И сейчас мы его оснастим под поплавочку. Берем такие кембрички. Вы поняли, какая рыба тут скачет? И запускаем, и продеваем эти кембрики на основную леску. Один. Оп, готов. Один, готов. Стопорок такой. Потом поплавочек. Оп, готов. Далее берем, одеваем второй стопорок. Отлично. Одели. Все. Вот у нас получилась такая снасть. Бегающий поплавочек. Мне она нравится. Удобнее забрасывать. На конце основной лески, в моем случае плетенки, делаем петельку. Так, делаем петелечку такую. О, все, затянули. Лишний хвостик отрезаем. Все, готово. И сейчас мы просто сделаем, я не знаю, может, сантиметров 20. Может, даже меньше, наверное, меньше. Просто поводок с лески. Вот такой где-то вот будет поводочек. Беру с запасом на завязку узлов. То есть, где-то вот примерно вот так вот такой поводочек будет. Вот его и привяжем. Так. На одном конце тоже делаем петелечку. Оп, петелечка готова. Лишнее отрезаем. Так, ну что, ребята. Место прикормил. Пора, наверное, уже нас одевать какую-нибудь наживку. И смотреть, какая рыбка к нам подойдет. Я думаю, что на ближнем забросе попробуем, наверное, так, наверно, червячка. А уже на дальнюю удочку попробуем ловить на опарыш. Ну, это у меня так. А как оно получится, не знаю. Так. Надеваем червячка. Разрываем. Надеваем. Вот так вот. По стандарту, я думаю, как чулочек натянем. Червячок пахучий, вонючий. Может, какой рыбке и понравится. Вот так вот. Вот и все. Ручки вытираем. Ручки вытираем. И забрасываем. Отлично. Так, и клюнуло у нас на белого опарыша. Прикольно. Будем узнать, что. Вот он. Первый в этом году красавчик. Садок его. Так, ребята. Забросил туда же, куда слоил первого. И вот второй карасик. Хе-хе-хе. Причем поклевка. Прям классика. Так, ребята. Очередная рыбка, но маленькая. Так, вот такой малыш попался. Очень маленький. И до кого мы будем отпускать. Это, по-моему, карпик даже. О, ребята, так это карпик. Его точно отпустим. Вот усатенький. Все, иди гуляй. Класс. Сидит, сидит, сидит. Вот так вот. Отлично. Просто заброс в камыши. И сразу карасик. Супер. Это нечестно пойманный карась. Я его просто забагрил. Как-то так. Словили я несколько карасей. Попалось, наверное, три небольших таких вот карпика. Они пошли подрастать. Отпустил их сразу же. Ну, а сейчас забросил на одну удочку червячка. На второй белый опарыш. Ну, буду пробовать что-то ловить еще. Сейчас только пол седьмого вечера. Спешить некуда. Будем надеяться, что все-таки вечером еще рыбка проснется. Возможно, через минут 10-15 попробуем его бросать еще при кормке. Посмотрим. Надо, как говорится, удержать рыбку на месте. Так что, как-то так. После долгой паузы, вот у нас рыбка. Вот такой карасик. И клюнул он на червя. Или это не карасик, это карпик. Ребята, это карпик. Комары уже начинают немножко загрызать. Вот, смотрите, это карпик. Вот такой карпуша к вечеру пришел попробовать нашу карасика. Ну, карасиков, ой, карпиков мы отпускаем. Пускай растет. Ребята, сразу в прямом эфире. Ой, блин. Хороший, хороший карасик. Ой, хороший карасик. Хороший карасик вечером. Сейчас вы увидите. Ух, какой экземпляр. Ой, дурь, иди сюда. О, вот это я понимаю. Дождался вечерней поклевки. Ох, 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 сейчас. Смотрите, вот это уже карасик. Причем раздача вот только-только включилась. Вот на одно клюнул карасик, карпик на второй карасик. Вот это я понимаю. Дождался. Почти на нытью. Будем дальше быстрее ловить. Ну что, ребята, только решил сам перекусить. Очередной карасик. Вот такой вот. Только успел батончик в рот закинуть. Видите, к вечеру начали возвращаться домой, видимо, в камышке и начали клевать. Это было затишье. Отлично. Это мне нравится. А то сидел тут, а то сидел тут куковал. Не знал, чем заняться. А тут вот все. К вечеру ожили карасики. Там, по-моему, еще и на второй поплавок плюет. По-моему, да. Да. Ай. Не. Это осечь. Так, ребята. Очередная рыбка. О, и это хороший карасик. Вот такие вот дела. И поклевка была шикарной, конечно. Еле успел нажать мою кнопку на камере. Ну, вот такой красавчик, в принципе, прихватился. Поклевка была сразу попер поплавок. Догоняй называется. Но одно прикольное, что здесь, конечно, классический, я бы сказал, водоем. Это вот пару карасиков, которые вот прям, ну, как в дно и поперли. А так, в принципе, чтобы вы понимали, карасик красивенько приподнимает поплавочек. А этот. А карпики прям сразу в дно. Поэтому, даже если особо не разбираешься, то по поклевке можно понять, кого ты тянешь. Супер. Я уже думал, честно, что рыбалка закончится. Как-то совсем тишина была. А тут, на тебе, к вечеру опять ожил водоем. Уже нормально так в садочке рыбой, рыбки. Я уж, в принципе, не все рыбки вам показывал. Потому что тут непонятно. То клюет так, то просто в дно и все. То есть не всегда успеваешь. И еще одну закономерность заметил. Что как только я снимаю там где-нибудь справа, то клюет обязательно слева. Если ставлю камеру слева, клюет обязательно на ту удочку, которая справа. В общем, вот не хочет рыбка никак показываться на камеру. Но как оно так? Вот так. Ловим дальше. Ребята, буквально пару минут назад поймал красноперку. И думаю, ну все, это знак то, что больше ничего клевать не будет. Но нет. Вот еще один карасик. Подъехал. Уже честно, сбился со счета, сколько я их сегодня наловил. Но это кайф. Это, конечно, кайф. Просто реально. Красноперка на этом прудике намек на то, что больше клевать ничего не будет. Сижу так, думаю, ну блин, придется, наверное, уже как-то и закругляться. Но нет. Все-таки карасик еще там есть. Поэтому будем ловить. Второй поплавок что-то молчит. Но он у меня экспериментально стоит с очень глубокой глубиной. И на него более-таки весомые экземпляры садятся. Но домой мы так и так скоро поедем, потому что пачка мотыля, ой, опарыша уже заканчивается. Вот как-то так. Первый раз, конечно, наверное, у меня на рыбалке заканчивается опарыш. Из-за того, что прям, ну, клюет. И не то, чтобы я рыбку споймал, поменял. Нет. Просто оно там постоит, наверное, в забросиков три. И тогда меняю. В общем, классная рыбалка сегодня получилась. Душевная. Я не устал, потому что в лодочке сиди, то ляжешь, то сядешь. В общем, кайф. Делаем заброс. Так, ну что, ребята, ознакомьтесь. Карась классическая. Ну, просто не поклевка, а шедевр. Сразу понятно, что это карасик. Ну, такая классная поклевка. Просто. Поплавок. Чуть-чуть вниз. И вверх. И все. И карасик на базе. Все. Пополнение в наш садок прибыло. Так. Супер. Ну что, народ. Удочки еще в воде, но, наверное, надо сегодня уже закругляться. Вот такая получилась рыбалка. Не зря она любимая, потому что сейчас я покажу свой улов, но немножко о сегодняшней рыбалке такие краткие выводы. Клевало сегодня исключительно на белый опарыш. И редко, когда я забрасывал червяка, но на червяка уж очень были длинные паузы. Поэтому на опарышке валы быстрее и стабильнее. Что касаемо прикормки, то с уверенностью могу сказать, что все-таки я сегодня под настроение, под вкус рыбы угадал. Потому что из улова у нас были карасики, маленькие карпики, даже красноперка. Поэтому разнообразие рыбы было куда даже больше ожидаемо. Ну, а что касается улова, то вот у нас сегодня такой вот карасики. Были и вот такие. Сразу их я буду отпускать. И много-много-много, чтобы вы увидели вот такое вот количество. Малышей. Рыбка нам не нужна. Поэтому вся идет отдыхать. Расти, набираться сил. Сюда мы еще, возможно, приедем. Ну, а вы сами знаете. Подписывайтесь. Ставьте пальцы вверх. Ну, и рыбалка, конечно, крутая. Так что всем пока-пока. И до новых встреч. До новых встреч.